Утречко доброе, меня зовут Евгений с компьютером Ширяев и сегодня восьмой день здоровой жизни. Сейчас на часах 8 часов 15 минут, я проснулся сегодня в 7 утра. Шары просто сами открываются и все, ты не хочешь спать. Время сейчас у нас 11 утра и я буду употреблять свой первый прием пищи, это каша. Кашечка наша красавица. А, вспомнил, только сейчас это заметил, я когда вчера варил кашу, я туда еще кинул горстку изюма. Оставался в пакете изюм там немножко, думаю, ну куда его, сгреб все это, в кашу когда варил. И все, прикольно. Вот сейчас я смотрю, такой прям, ну прям, в общем, варил кашу вместе с изюмом. Нормальный момент. Так я думаю, что я буду делать иногда. По рецепту каши ничего не меняется, она на воде, я добавил сюда банана и ложечку меда. Все. Я буду повторять это постоянно. Главное в употреблении пищи, это долго ее пережевывать. По-хорошему держать осаночку. И еще лайфхак. В момент поедания еды втягивать живот. Напрягать живот. А самое хорошее, постоянно держать свой живот в неком таком напряжении. То есть, как будто бы пресс свой постоянно держишь в напряге. Это методика Арнольда Шварценеггера. Я просто помню. Кажется, это он мне говорил, когда мы с ним встречались. Последний раз. За всю свою жизнь я много чего попробовал. Что я имею ввиду попробовал? Методики диет. Я был и на углеводный, и безуглеводный, и на белковый, и не на белковый, и на жирный, и на жировой, и на витаминный, и на вегетативный. Какие только диеты я не пробовал. И все на мой вкус. Это йо-бунь. Йо-бунь. Какое-то мучение, какое-то недомогание, какая-то лабуда. Сейчас я пришел к тому, я опять повторяюсь, я это делаю не первый раз в своей жизни. Комфортный. Комфортный. Слово диета. Вот кого-то из вас раздражает слово кушать, а меня раздражает слово диета. Голодание. Меня все это бесит. Я не голодаю. Я ем свое удовольствие. При этом какие-то соблюдаю правила. Никаких я углеводов, жиров и белков считать не собираюсь. Вот на калькуляторе записывать и пересчитывать. Зачем мне нужно заморачиваться все это делать? Когда я понимаю, если я буду это делать, то значит я запариваюсь. Запариваюсь по этому поводу. И желая убрать еду с первого места, я наоборот ставлю ее на первое место, когда только о ней считаю, пересчитываю и засчитываю. Если бы я не снимал эти видосы, я бы даже вот это и не говорил об этом. Я бы просто так делал и все. То, что давно хотел вам рассказать. Дорогие друзья, поменьше трепитесь о том, что вы делаете. Видите, вообще это касается всего, но давайте на примере еды. Если вы находитесь на здоровом образе жизни, не нужно об этом всем говорить. Или вот, например, сидите, а что ты не кушаешь, вот тебя спрашивают. А ты говоришь, ой, ты знаешь, я сейчас на здоровом образе жизни. И там вот это бла-бла-бла. И начинаются вот эти все разговоры. Скажи, нет, просто, да слушай, что-то я не хочу есть. Да, я наелся и все. То же самое с алкашкой, когда происходит. Ты где-нибудь сидишь, а что ты не пьешь? Скажи, да я пью. Я обычно. Когда компания незнакомая, наливаю себе стаканчик, я говорю, да все нормально, я пью, я бухаю, все как бы у меня по ништяку. Чтобы поменьше было, а что ты не пьешь? А что это такое? Это вот такие вот беспонтовые разговоры. Благо в компании моей родной, где мои близкие все товарищи, никто уже давно мне это не закидывает. А что ты не пьешь? Давай добить, бух-бухать. Мне все знают, если Жека не пьет, значит ему неохота. Все как бы. Давайте эту тему закроем. Поэтому не нужно врубор орать, что ты на диете, какое-то там голодание, там какое-то там туда-сюда. И, кстати, еще и не туда, и не сюда. Если, как говорится, мутишь, мути тихо. Вот что я еще постоянно забываю говорить. Каждое, не то чтобы утро, а споласкиваюсь я каждый день, либо я это делаю в зале на тренировке, перед тренькой и после треньки, либо это утром я иду в душ. Холодным душем себя очень классно баловать. В начале это может быть тепленькая, более холодненькая водичка, потом более холодная, потом просто холодный душ. Как это кайфово, ребята. И как это полезно. По поводу полезности вы можете все это читать в интернете. Я тоже про все про это читал. Но мой мозг не компьютер, он не сохраняет всю эту информацию, поэтому то, что у меня отложилось, что есть такой вот факт, есть такие данные, которые я проверил на своем опыте, то я вам и говорю. То, что это полезно, это в гадалки не ходи. Холодный душ это прям как целая тренировка для твоего организма. Все там внутри тебя, все работает, все просыпается, и это кайф. Если я иногда могу прийти в зал, и я чувствую, что я какой-то не такой, как говорится, попу трогаю рукой, я иду в душ перед тренировкой, холодный включаю. Хорошо-то как, ребята. Шары по пять копеек. Все, ты уже, ты уже готов, уже готов идти и свою титю, как вот, залиманчелить, и вторую титю тоже немножко подкачать. Каждое утро, каждое утро. Я еще в душ не ходил. Я утром проснулся, сегодня рано, я уже говорил, сейчас я поработал. Я уже 11 часов, я уже столько всего поделал, это супер. Вставать в ранищу, это кайф и кайфове быть не может. Чем раньше встаешь, тем круче, и ты смотришь 11 часов, а я уже, считай, как будто бы на заводе отпахал. И ни хрена себе, первый прием пищи будет только сейчас. Я смотрю на все это дело, и несмотря на то, что вроде бы, что такое овсяная каша, это будет вкусно, это будет вкусно, безумно. При отсутствии сахара, при отсутствии в твоем рационе сладостей, каждая приколдесина с мясом, с фруктами, это просто ма. Это удовольствие, сплошное удовольствие. Пока все. Значит так, сейчас у меня будет обед, время у нас, сколько там времени-то, половина второго. То, что я буду кушать, вот посмотрите, пожалуйста. Грудка, которая была вчера запечена, запечена в духовке вместе с картошечкой. Тут с чем там еще, с лучком, с морковушкой, с морковушкой. Таким сделать себе маленькие бутербродики. Вместо хлеба огурчик, а ветчина. Подумайте, надо же. И ветчины себе навалил, и мясо. А мне так хочется. В холодильнике это есть, я так смотрю. А почему бы мне всего себе не положить? Салатик со сметанкой сделал. И редисочка здесь. И огурчик здесь есть. И капусточка. Все тут так вот нашинковано. Помельче есть очень. Сейчас буду я вкусно есть. Все это время я сидел за этим столом. Я много смонтировал видосов. И когда обычно я так же сижу и монтирую, что со мной всегда происходит. Я что-то посижу полчасика, часик, думаю. Так ладно, кофеечку сейчас бахну. Что-то кофеечек с чем-то прикусил. Что-то посидел, посидел еще час. Сейчас еще пожру. И вот так вот я постоянно что-то вот в себя закидывал, закидывал. Причем проглатывал. Мог просто открыть холодильник. Что-то так вот взять. Вот это вот за секунду в себя это воткнуть. И так в течение всего рабочего дня. В тот момент, когда мне нужно монтировать. Я порой могу сидеть и монтировать по 8, по 10 часов. И каждые 40 минут открывать холодильник и что-то в себя забрасывать. Сейчас даже так делать и не хочется. Привычка, она делает свое. Постепенно я привыкаю, что питание, оно осознанное. Осознанное это событие, которое еще нужно и снять. Но ни хрена себе. Сечете, да? Для чего я все это делаю? И поэтому это поглощение мяса, оно должно быть осознанным. Несмотря на то, что порция в полтора раза может быть поменьше, чем обычно. А может быть и такая же порция, как обычно. Но фишка ее в том, что я буду... Ой, как долго жевать. Эх, как долго сейчас я буду жевать это мясо. Потому что если я его проглочу, как мне будет херово. Как я устану? Я буду просто уставшим человеком. Потому что всю энергию мой организм будет тратить на пищеварение мяса. Поэтому моя задача помочь моему желудку. Облегчить задачу. Долго переживать. И наполнить всю эту кашу, которая будет у меня во рту, слюной. Поэтому вместо минуты... Обычно я такое съедаю за полторы минуты. Я примерно минут 10 буду есть эту еду с прямой осаночкой. С втянутым животиком. С пустотой абсолютной в голове. Не думать ни о чем. Ни о том, что мне нужно будет сделать через 15 минут. Через 20. Через 30. Сколько еще видосов смонтировать? Куда пойти? Зачем пойти? Ни о чем об этом я думать не буду. Я буду просто есть. Все. Здесь по нулям. По нулям. Надо тренировать себя, чтобы постоянно у тебя был нолик в голове. Для кого-то это сейчас послышится дико. Но такова истина. Жизненная. Сенсей заговорил во мне сейчас. Но употребив всю эту еду, мне будет легко и не тяжело. Потому что я буду пережевывать ее. И примерно через час я пойду в зал. Почти каждый день я хожу в зал. А знаете почему? Потому что мне просто хочется это делать. Мне просто хочется сделать небольшую разминку. Что я буду делать? Простите. В зале. Я не знаю. Возможно я просто поплаваю в бассейне. А может мне так захочется, что я сделаю уж какую большую и серьезную тренировку. Я этого не знаю. Единственное, что будет сегодня у меня не по плану, это то, что после тренировки мне нужно будет пойти еще туда, потом туда. И я не поем. И где я буду есть? Я пока не понимаю. Может быть я что-нибудь возьму с собой в контейнере. Может быть я что-то где-то зайду куплю. Ну, я вот понимаю, там где я буду, там ничего особо вот, никаких таких кафешек, где я смогу нормально поесть, не будет. Ладно, это все на самом деле дело-то житейское. Что буду я есть дальше? Как будет проходить мой жизненный путь дальше? Вы все это увидите. Приятного аппетита. Начинаются прикольчики. Не доел. Целый кусочек мяса, который мне уже не залезает. Представляете себе? Аллилуйя! Что сказать? А если бы все это было проглочено за минуту, ну какое? Когда бы я успел осознать, что я уже наелся? Во-первых, я действительно замужился сжевать это мясо. Сколько он будет нажевывать? И пока ты сидишь, нажевываешь, насыщение-то приходит. За 8 дней, как ни крути, желудок уже подсузился маленько. Все? Сечете? Время полчетвертого. Подхожу к тренировочному зала. Перед выходом бахнул мандаринку и полбананчика. Взял с собой еще бананчик и яблочко на всякий пожарный. А сейчас, перед тем, как начну тренироваться, холодный душ. Фух, я очень потрясно потренировался. Каждый день ходить, конечно, не очень, мне кажется, прикольно, но желание это есть. Я сначала думал, ну немножко сделаю прессик, да все. А потом, как опять пошла вода горячая, не мог остановиться. Бассейн. Я сейчас вам покажу, как я плавал в бассейне. Субтитры сделал DimaTorzok В бассейне я поплавал. Нарезочку под музончик я вам нарезал. Титеньки свои я вам показал. Что еще? Дома я буду после семи, поэтому что я буду есть до семи? Сейчас время полшестого, я не знаю. Сейчас я иду в садик, потом мы идем на тренировку детскую. Акробатика, танцы, все делишечки, медилишечки. Ну и пока мой ребятенок будет дрыгаться, я буду придумывать, чтобы мне закинуть себе в топку. Но есть с собой бананчик и яблочко зелененькое. Сходил в эту турецкую баньку, повалялся немножко. Сейчас такой распаренный иду. Тело так дышит, мне кажется, даже пар валит от меня. Ааа, как говорится, хорошо-то как! Для тех, кого интересует вес, то мне кажется, что у меня он уже начинает снижаться. Я это чувствую, я это вижу. И как я сказал, примерно через недельку, еще сегодня восьмой день, к пятнадцатому дню уже будет очень-очень даже заметно, как вес ушел. Ну что, как говорится, ребенка отдал на занятия, пойду в магазин покупать себе ужин. Даже не знаю, что возьму. Даже не представляю, что психаную, ничего не возьму. Ну что, сейчас буду ужинать. Купил одноразовые ложки. Терпеть не могу такие ложки, ненавижу ими есть. Ну а что делать? Такой творожок с зерновыми сливками 6%? Наверное, но хрен с ним. Кстати, вот этот творог очень прикольный. Мне нравится. Прямо мне заходит на ура. Вот такой. Закончился узюм. Мне понравилось добавлять в кашу узюм. Ну и все. Буду сейчас кушать творожочек зерновой, прихрумывая яблочком зелененьким. Да бананченьком, бананченьком, желтеньким, наливанным, задористым. Как говорится, приятного мне и кудесного аппетита. Мой ужин. Время 6 часов 15 минут. Это будет последний прием пищи, который я буду есть сегодня на этой планете. Аллилуйя. Есть можно. Ну какое счастье было бы, если добавил бы я сюда щепотку меда. Нема. Я, короче, знаешь, что замутил? Взял банан, туда засунул, в этот творог. Все это размусолил. Ну и, короче, добавил туда еще узюма. немытого. Ну что, завтра глисты будем выводить. Фигня. Зато вкусно было. Еще бомбочка. Ага. во время рассказываем, чтобы потом получилось разобрать. в TikTok. В торже – верта в торже – Реж notre тварь. Shannon –